ПОДПИШИСЬ! 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 Просто надень другой костюм. Здесь что, все у вас за счет? Как я могу надевать то, в чем уже бывали на фестивалях? Мои фанаты меня не поймут. Я лучше посмотрю трансляцию с Комик-Кона, полеживая в своем джакузи и попивая мартини. Вы только послушайте себя, во что вы превратились. Комик-Кон — это главное событие года. Всегда так было. А вы все готовы променять его, да на что угодно. Ты просто плохо знаешь Горноделла. Она страшна в гнине. Да и честно признаться, все Комик-Коны в последнее время такие одинаковые. Ну, пропустим один. Ничего не потеряйся. Светодатец. Стоит один раз так подумать, и вот ты уже отец твоих детей, жена накрикливой женщины, и тебя заедает в быт. Ну, вообще-то я так и живу, шарфа. Вот видишь, как всегда. Привет, парни. О чем разговор? Представляешь, эти трое не хотят ехать на Комик-Кон. О, нет, не может быть. Неужели вы взрослеете? Не прошло и тридцати лет. А, хотя погоди, прошло. Слушай, Леонард, почему бы тебе не поехать с Пэнни? А ведь и правда. О, его очень хотело поехать, милая. Но на эти даты у меня запланировано одно очень важное дело. Ты ведь не помнишь, какие он даты, да? М-м-м, не помню. Вот видишь, даже у Пэнни в эти неделях. Надо написать организаторам, пусть перенесут его на пару недель. Просто поедьте на любой другой фестиваль. А ведь это отличная идея. Ой, смотрите, через неделю после Комик-Кона в Сан-Томе будет фестиваль козьего сыра. Не говорите, Эмена. Вы любят? Не пойдет. У Леонардо аллергия на лактозу. Что там еще есть? Через две недели будет фестиваль птиц. О, и это как раз недалеко от нашего дома. Но Шелленд боится птиц. Будет забавно. Давайте сходим. Братцы, я, кажется, нашел кое-что идеально. Дай посмотреть, что бы ты там мог найти. Божечки-кошечки, это и правда идеально. О, смотрите, в этом году он проходит двадцатый раз. Значит, юбилейный. Наверняка организаторы расстараются. У эти даты, Бернадо, я с детьми выезжаю. Откровительный. А у Эми какой-то очередной скучный семинар. И она оставит меня на целую неделю. О, я никогда раньше не была в городе Воронеж. В каком это штате? Это в России. О, я никогда не была в России. В каком это штате? Шучно. Говорят, в России фестивали не похожи на наши комик-коны. Но что делать с языковым барьером? Я и английский-то с трудом выучил. Просто представь, что ты вернулся в те времена, когда ты не мог говорить с девушками. Говард знает русский. Он будет нашим переводчиком. Да не вопрос. Наконец-то можно расчерлить свои супер-русские боючки. Расписывай их. Ладно. О, в эти дни как раз билеты недорогие. Только придется лететь до Москвы, а потом пересаживаться на самолет, автобус или поезд на Воронеж. Поезд! Поезд! Давайте поедем на поезде, ну пожалуйста! Е-е-е-е! Мурашечки! Ну вот всегда так. Как только все идет идеально, какая-нибудь невоспитанная свинья обязательно все испортим. Не хрюкай, Шелдон. Хочешь сказать, это я виноват в том, что Говард повел себя невоспитанно и мы остались без переводчика? Хочу сказать, что ты незаслуженно обидел Говарда. Я всего лишь сказал, что его акцент ужасен и продемонстрировал, как правильно говорить по-русски. Да, и поэтому из-за тебя мы остались в чужой стране, не зная языка. Каким чудом мы вообще добрались до места проведения фестиваля? Ой, смотрите, кажется, там какой-то мужик, похожий на этого вашего... Камнелюба. Да ну брось, откуда там взяться? О, господи, это в самом деле Берт. Привет, Леонид. Что ты здесь делаешь? Берт, очевидно, погружается в атмосферу размузданности и разврата с этими двумя распутными девицами. Вообще-то я приехал на семинар по геологии, который проходит в соседнем помещении, а во время обеденного перерыва познакомился с Эрикой и Надеждой, и они любезно пригласили меня на фестиваль. Да ну, интересно, чем же ты их примлёк? Кажется, о ней что-то говорили про самоцветы. Ну, а я ж геолог. Он даже не знает, что такое хруссеки. Почему они липнут к ним? Идём, Леонард, удобно, ловить нечего. Косплей-шоу начнётся через 3 минуты 32 секунды. Я не хочу опоздать. Что она ему сказала? У меня что-то не так с прической? Петрушка в зубах застряла? Что? Что не так? Они говорят, что вряд ли начнётся секунда в секунду. А, низкий дратайминг. Но они же выпьются из графика. Ладно, парни, нам пора. Девочки обещали показать мне свою коллекцию русских самоцветов. Я весьма заинтригован. Я ошибался. Фестиваль другого хаоса. Может, у них ещё и выступления отличаются по длительности? Ну, всё, симметричность выступлений нарушена. Пакуем чемоданы, собираемся домой. Увезди? Конечно. Ура-шечки! Ребят, я тут скачала приложение, которое автоматически переводит русскую речь на английскую. Уважаемые зрители, занимайте, пожалуйста, свои места. Скоро начнётся первый блок каст-плей-шоу. Что-то мне не по себе от этого голоса. Ты шутишь? Он великолепен. Пришёл эмоциональной окраски, ровный, чёткий. Что может быть лучше? Говард! Разве может Говард сравниться с синтезатором речи? Говард, у тебя за спиной! О, тогда, может, он переведёт для нас парочку выступлений. А потом мы сравним его перевод с переводом синтезатора речи и убедимся в моей правоте. Или ты можешь попросить у него прощения, и нам не придётся пользоваться синтезатором речи. И упустить такой грандиозный эксперимент? Вот уж нетушки. Да, забейте, ребята, я уже не злюсь. Знаете, кого мы тут только что встретили? Берта! Откуда вы знаете? Забейте на Берта! Вы видели местные комиксы? А что с ними не так? Они все на русском. Ну, это логично, мы же в России. Ты ничего не понимаешь, Пенни. Настоящие ценители покупают комиксы только на языке оригинала. Вот именно. А вообще я разочарован. Где Лея авторов? Где Стэнги? Где 50-ка склееров флешек? Я уже объяснял тебе, это фестиваль другого формата. Ты сам жаловался, что комик-коны тебе надоели. Вот тебе фестиваль, не похожий на комик-кон. Чем ты недоволен? Я ничего не понимаю, куда идти, что делать, кто все эти люди, чего они от меня хотят. Чувствую себя прямо как дома, в Индии. А мне тут нравится. Знаете, вся эта суета, незнакомые косплееры, незнакомый язык. Здорово вот так вырваться из повседневной рутины и посетить такое мероприятие. Да, мне тут тоже нравится. Правда? Нет, я просто пытаюсь поддержать Леонардо. Это же очевидно. Домой хочу вот прямо сейчас. Ладно, не надо ради меня страдать. Если я один хочу тут находиться, то это мне цисло. Поехали домой. Это был сарказм, я понял. Ну какая же никак. Нет, Шелдон, на этот раз это был не сарказм. А чего это вы тут застряли? Там уже шоу начинается. Девочки говорят, будет сценка по игре каких-то там престолов. А на днях еще обещают ярмарку, концерт, шествия и фотосессии. Каких-то там престолов? Бер, ты умрешь невежей. Фотосессия? Я буду блистать в штанишках под коклору. Шествия! Я все-таки надену костюм Шазама. Пусть он и размера Леонардо. Вы меня не остановите. Концерт? А знаменитости будут? Сценка по игре престолов? Кто-нибудь знает, что такое сценка? А, ну, да и не важно. Остаемся? Да, да. Вообще-то не подойдет. Да, в общем, было бы. Так вы что? Никуда не едем? Или это опять царказм? Извините, вы говорите по-английски? Да, конечно. О, хороший костюмчик. Вы очень похожи. Спасибо. Если вы любите Звездные войны, то там за углом все наши ребята из Дефиле. Люблю ли я Звездные войны? Идем, деточка. Дядя Шелдон расскажет тебе такую сказку про далекую-далекую галактику. Каких ты еще не слышишь. А еще у нас есть пилотируемые R2-D2 и BP-8 в натуральную величину. Божечки-кошечки. Пойте вместе эту песню. Пойте вместе. Пойте вместе. Спасибо.